Искушённый попищик, прочитав название видео, возможно спросит Мюррчик, так ведь качать путешественника само по себе является ошибкой, разве нет? Но я скажу, подожди, не просто потому что персонаж частенько впихивается в пачку из-за отчаяния, как временная заглушка А потому что у ГГ реально есть полезные и уникальные свойства И сейчас, через разбор ошибок, постараюсь раскрыть его плюсики Итак, во-первых, ошибкой является использование путешественника чисто как саппорта То есть от него ничего не ждут, кроме частой ульты и среза элементальной защиты за счёт бонуса сета изумрудной тени Поэтому ему втыкивают там часы на восстанову, меч на восстанову, теряя в принципе неплохие цифры урона Что для условного новичка 50 плюс ранга является чистейшей воды, кощунством Стандартным саппортом без замануха путешественнику допустимо быть лишь в одном случае Но об этом позже Короче, соглашусь, что ультовать нужно часто Но для этого достаточно 130% восстановы всего Которые без проблем добываются нижними статами артефаков Плюс вторая конста легкодоступная, как шлюпка в аренде катеров и яхт Урон же мы будем добывать при помощи реакции рассеивания И тут нет ничего лучше, чем поставить часики на мастерство стихий и крафтовый меч стальное ржало С таким же основным параметром А вообще, немного отвлекаясь от темы, скажу, что персонаж гибок в плане верхних статов артефаков И в те же часы можно словить процент атаки в кубок аниме урон или мастерство В шапку мастерство, либо криты Тут уж что у тебя удачнее соберётся Естественно, сам сет в итоге должен быть изумрудной тени Иначе нахрена, он такой симпатичный, нам нужен Вторая ошибка это использование ультимейта без приколдесов И о том, что чаще всего его просто пуляют куда-то в кужуря Покорять межгалактическое пространство Не подозревая, что, например, геоконструкции Весь этот летающий фарш из мобов останавливают И ты можешь наблюдать пацанский флекс без телескопа Красота! Ещё как пример приколдеса может выступать гобы или зайчик Которые подхватываются потоком и балдёжно вращаются в гидро или крио вихре Исполняя своё грязное дело На отлично По поводу роли саппорта Аниме ГГ отлично подходит в качестве помогатора под Сяо Батарейка плюс СС-6 срез восприимчивости к аниме урону То есть в отсутствие Джун Ли, С4 Джин или типа того Он вполне выигрывает конкуренцию у Сахарозы И игнорирование его при сборе отряда под Сяо Конечно ситуативное, но пусть будет третья ошибка Кстати, в таком виде началика можно налепить фулл сет церемония древней знати Чтобы компенсировать баф от эпоса драконоборцев И да, это тот самый единственный вариант Когда обращать внимание на статы самого Табибитера смысла нет никакого И снова про взрыв стихии Тут интересно, что шестое созвездие аналогично шестому созвездию Венти И кроме среза аниме резистов, срез идёт ещё и поглощённого элемента Но самая мякотка в том, что этот дебаф складывается с дебафом от Изумрудного Сета ХА! Прикинь? И вот тут аниме ГГ в наивысшей форме раскрывается как почти идеальный помогатор в моноэлементальных пачках Заменяя Кадзуху Челла хорошо встанет в отряды типа Беннет, Сянка, Хутау, Слэш Кли, Тарталья, Мона, Сенцу, Бэйдоу, Фишель, Ганьюи и так далее Игноры этой особенности Четвёртая ошибка Ну и в завершении я конечно не буду говорить банальщину Типа не качайте физурон или там пятизвёздочные домажные мечи на него сядут лучше всего Это ежу понятно Я же немного расширю сознание и скажу, что в принципе главного героя нужно прокачивать хотя бы до 80 уровня Даже если тебе довольно быстро удалось собрать роскошный зоопарк из пятёрок И сейчас ты им, ну в смысле ГГ, не играешь Потому что концепция путешественника, его адаптивность это перспективное закрытие твоих возможных пробелов Хоть иногда и корявые И уже сейчас, имея всего лишь три элемента, его можно много куда пихнуть Это я К тому, что в ближайшем будущем откроется Сумеру с дендроэлементом И вполне вероятным может оказаться, что путешественник какое-то время будет твоим единственным представителем этой стихии Хорошо бы после резонанса с дендро сразу же начать использовать его плюсики целиком У меня всё, я кончил Ну а ты не забывай теребить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео И можешь посмотреть вот это моё предыдущее о пяти ошибках при игре за Сяо